День за днём множество событий, но нас интересует главное, то, что касается каждого в ток-шоу, главная тема. Наркомания, суициды, педофилия, опасности в сети – это только малая часть того, отчего так хочется оградить наших детей. А травматизм в быту, когда кружка кипятка может стоить жизни, но и это ещё не всё зачастую безразличие самих родителей таит не меньшую опасность. Наши дети. Сегодня эта главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгений Миткевич. Евгений Геннадьевич, рады быть. Начальник отдела воспитательной и социальной работы Управления и образования Гомельского облсполкома Ирина Дробышевская. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Владимир Конунников. Владимир Владимирович, добрый день. Наш постоянный эксперт Евгения Башкинцева. Евгения Семеновна, милости просим. Так что же такое КДН? Комиссии по делам несовершеннолетних. На этот вопрос прямо сейчас постараются дать ответ воспитанники детского сада начальной школы номер 63 Гомеля. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что за праздник полон зал? КДН? Друзей собрал. Юбилей столетний. Но я несовершеннолетний. И что такое КДН? Непонятно не совсем. Может это КВН? Шутки, смех, понятны всем. Здесь КВН не вижу я, а команда здесь одна, дружная, сплаченая. А много дел у команды такой. Детских проблем немало порой. Для них не безразличны мы все. Они как белки в колесе. Да, КДН, это не шутки. Откуда знаешь ты? Старший брат мой на минутку как-то избежал беды. Предложили ему друзья уйти из дома на три дня, чтобы родителей проучить. Просил у них айфон купить. А оказались совсем не друзья. И растянулись на неделю три дня. Родители чуть с ума не сошли. Вот в КДН и помогли. Так что такое КДН? Объясни. Комиссия по делам несовершеннолетних. А мне дедушка рассказал, что о КДН он от дедушки узнал. Еще в 1918 году, чтобы отвезти от детей беду, чтобы они не утились где-то в подвалах, на помощь пришли профессионалы. Строгие и серьезные все они. А ты внимательно посмотри. Сердца добрые и улыбка на губах. Огонек тепла у них в глазах. Постойте, почему меня не позвали? Я с вами быть хочу, вы это знали. Кто вчера окно разбил? Кто кулаки в ход пустил? Кто терл качу за косу? Кто кричал, в школу не пойду? Хватит, хватит. Было такое, чтобы обратили внимание, а получил разочарование. Но я буду очень стараться. Вы не будете огорчаться. Возьмите меня в свою команду. Не пожалейте, говорю правду. Поверим тебе, оставайся и, конечно, исправляйся. Ура! Со столетием КДН поздравляем. Вам здоровья и счастья желаем. Пусть за ваши труды и стремления исчернут в области все преступления. Большое спасибо за ваше участие в становлении семейного счастья. Будем вас радовать и очень стараться в поступках своих не ошибаться. К совету министров есть предложение за ваши заслуги и достижения в знак отличника в КДН утвердить, чтобы каждого из вас наградить. И в праздник достойной работы, в которой так много тепла и заботы, поздравить всех вас мы спешим поскорее. Пусть мирили, будь не счастливей. Что ж, ну а мы продолжаем. Немного статистики в тему разговора. За последние 10 лет, насколько знаю, удалось втрое снизить преступность среди несовершеннолетних. Евгений Геннадьевич, в чем видите эффективность совместной работы здесь, в Гомельской области? Ну, в первую очередь, вы это назвали, это совместная, это межведомственная работа. Ну и самое главное, то, что нам удалось в последнее время, это на свою сторону привлечь родителей. Именно работа с родителями, работа с подростками несовершеннолетними и приносит тот результат, который мы имеем по итогам прошлого года и за последние 10 лет. Привлечь родителей, сделать их своими партнерами, это было сложно? Вы знаете, приходилось встречаться нам с разными родителями. Было и понимание, было и непонимание. Были такие моменты, когда родители обращались в комиссию и говорили, я не могу справиться с ребенком, заберите его. И тогда приходилось применять тот же самый декрет 18-й или другие какие-то формы. И все-таки, наверное, согласитесь, Ирина Юрьевна, многие проблемы из-за той самой незанятости. Вот, кстати, каникулы достаточно опасное время, возможно, потому что беззаботное. Как занять ребят в этот период? В учреждениях образования, я хочу в первую очередь сказать о них, на период всех каникул всегда организуется целый комплекс мероприятий. Продолжают работать объединения по интересам. Запланированы экскурсии не только по городу Гомель и Гомельской области, но и за пределы. Это всевозможные воспитательные мероприятия, это посещение музеев, картинных галерей. И, безусловно, большой блок здесь занимают спортландии, всевозможные спортивные мероприятия. Я знаю, что также активно открывают свои двери и учреждения спорта, учреждения культуры. Тот комплекс мероприятий, который запланирован сегодня, он действительно очень огромный. Но здесь непосредственно, безусловно, если это начальная школа, то должно быть и желание самих родителей, чтобы их дети посещали мероприятия. Если мы берем среднее и старшее звено, то активную работу в данном направлении проводят классные руководители, чтобы сегодня наши дети посещали эти мероприятия. Тем временем к разговору в студии готов подключиться эксперт программы, заместитель директора Гомельского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи Ольга Писаренко. Ольга Васильевна, добрый день. Рад видеть в студии на Пушкина 8. Подключайтесь к разговору. Думаю, согласитесь, один из наиболее брендовых проектов, который работает с молодежью, на Гомельщине проект Курсанты. Как зарождалась эта инициатива и насколько эффективен проект сегодня? Я согласна с вами. Я в проекте Курсанты три года, а это значит, что 150 мальчишек, 150 судеб, с которыми я была рядом. Это замечательный проект. Проект направленный на то, чтобы показать нашим ребятам, как организовать свой досуг, какие есть интересные дела, что нужно делать вместе, коллективом. В центре внимания, чтобы зрителям было более понятно, как понимаю, так называемые трудные подростки. Ой, не нужно так называть трудные подростки. Мне очень не нравится это выражение. Это абсолютно нетрудные подростки. Это замечательные ребята. Они по воле судьбы попали в некую трудную жизненную ситуацию. Возможно, с ними рядом были не очень надежные взрослые. Может быть, они хотели как-то выделиться и подобрали для этого не совсем правильное дело. Поэтому это замечательные ребята. Я чувствую, что и педагоги у них тоже замечательные. В чем эффективность этого проекта сегодня? Девять дней ребята находятся вместе. За девять дней мы пытаемся слепить такой хороший коллектив, потому что они приходят разношерстные, абсолютно разные. Но в процессе нашего совместного пребывания они понимают, что все-таки один за всех и все за одного. И каждый в ответе друг за друга. Мне подсказывают, есть дополнения из зала. Предлагаю выслушать, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Влад. Это были лучшие девять дней этого лета. Это были очень насыщенные дни. Подъем был в 7 утра. Отбой был в 10 вечера. И весь этот промежуток. У нас были экскурсии. У нас были спортивные мероприятия, музеи. То есть вы стали за эти 9 дней по-настоящему большой дружной семьей, большой командой. Сейчас поддерживаете отношения, общаетесь? Не со всеми, но да. Влад, он был командиром, хотя он об этом не знал. Он был мальчиком, который объединял всех и направлял. И нам даже удалось поучаствовать в областном конкурсе стартап-креативности. Вот у Влада есть областной диплом второй степени. Замечательно. И еще одна достаточно актуальная тема для разговора. Новое экстремальное увлечение современной молодежи. Руфинг и же с ними. Как считаете, могут ли кружки и секции вашего центра стать достойной альтернативой? Я уверена скажу, что, конечно же, смогут. Потому что, ну, что вот все вот это детям дает? Это экстрим. На наших, в нашем центре экстрима тоже очень много. И каждый ребенок может его получить. Но отличие в том, что все это он получает под контролем опытных специалистов. Наши работники нашего центра, они тоже в душе огромные экстремалы. И прошли очень много, ну, таких экстремальных ситуаций. А еще профессионалы? Да. И поэтому нужно идти в центр туризма и краеведения. Обязательно, обязательно. Мы ждем всех с удовольствием. Каждый из вопросов, который сегодня затрагиваем, достоин отдельной темы для разговора. Так и наркотизация молодежи. И все-таки хочется объединить сегодня все сферы. Наиболее актуальные вопросы. Владимир Владимирович, так, насколько удается эффективно сегодня противостоять наркотизации подростков и молодежи? Работа в борьбе с наркоманией, ну, продвигается весьма эффективно. Об этом свидетельствует и общее снижение числа преступлений, которые совершаются с участием подростков, в том числе и преступлений в сфере наркопотребления, незаконного наркоборота. Необходимо отметить, что был сложный период. Это период начала 2010-х годов, когда в Республике начали появляться новые синтетические наркотики, так называемые спайсы, все их производные. Тогда это, на самом деле, была проблема. Немножко не было той законодательной базы, которая позволила бы эффективно бороться с этим явлением. В связи с этим был принят декрет номер 6 президента Республики Беларусь в 2014 году. Здесь хочется отметить, что очень эффективно и быстро наш законодатель сработал. Были учтены все нюансы, изучен тоже достаточно оперативно, быстро опыт соседних стран с этой проблемой, которые сталкивались, где не так эффективно и быстро все это было сделано. В связи с этим в результате принятия декрета была значительно ужесточена уголовная ответственность за незаконный наркоборот. Был разработан и внедрен конкретный механизм, как можно бороться с нов появляющимися наркотиками. Этот механизм является у нас одним из лучших в Европе. То есть даже при изменении формулы наркотика, при введении какого-то изобретения нового, он буквально в считанные дни, недели, тут же включает соответствующий перечень, и уже распространение его становится незаконным. В связи с этим наше подразделение осуществляет постоянный мониторинг развития этого рынка, появление новых наркотиков в соседних странах. И когда оно выявляется, соответственно, эта формула уже вносится у нас в перечень, и попадая к нам в республики, тоже становится преступлением. Ответственность, вы уже говорили, как за употребление, так и за распространение жесткое, жестокое. И, возможно, это правильно, сколько бы с этим не спорили. А вот скажите, удалось ли вооружить информацией, в первую очередь родителей, для того, чтобы они смогли мобильно реагировать на какие-то странные поведенческие, возможно, реакции своих же детей? Ну, хочу сказать, что задача правоохранительных органов, это, конечно же, в первую очередь не наказание преступника, и даже не выявление преступления. Основная наша задача – это профилактика. То есть работа направлена на то, чтобы преступление не допустить. Это мы удивляем первостепенное внимание. Во всех учебных заведениях постоянно проводятся лекции, беседы, покады соответствующих тематических фильмов, которые разрабатывают и МВД республики Беларусь. Проводится вот в текущем году, в истекшем, извиняюсь, году проводился республиканский конкурс на лучший ролик антинаркотической направленности. Эти ролики размещены, распространены во всех школах, показываются детям. Конечно, нельзя сказать, что сегодня все родители знают о наркотиках, знают их разновидности. Но то, что они предупреждены, насколько это сегодня серьезно, то, что они видят те факты, которые происходят, когда фиксируем детей, употребляющих наркотики или захоронения, чем это грозит им, детям. Безусловно, мне кажется, что мы это до родителей донести смогли. Тем более, что вот с прошлого года у нас теперь в учреждениях образования проходят Дни инспектора, в рамках которых инспекторы ИДН приходят в учреждения образования и не только проводят беседы с нашими учащимисями, но в том числе и принимают участие в классных родительских собраниях, в общешкольных родительских собраниях, где каждый родитель не просто может услышать какую-то лекцию или информацию для себя, но и задать вопросы интересующие его. Допустим, родитель сомневается, допустим, он все-таки не в курсе, но определенное поведение ребенка настораживает. Это же как быть, куда обратиться за советом, Евгений Геннадьевич? Мы распространяем номера телефонов, контактные телефоны, специалистов, это и наркологическая служба, это и в учреждениях образования педагоги социальные, психологи, куда могут обратиться родители за необходимой помощью для того, чтобы получить консультацию и знать, как дальше действовать в той или иной ситуации. Мы двигаемся дальше. Эксперты бьют тревогу, педофилия, количество случаев все выше. Надеюсь, это связано по большей части с тем, что раскрывать эти преступления стали больше. Владимир Владимирович. В самом деле такая проблема есть. За последние годы количество выявленных преступлений против половой неприкосновенности несчастнолетних возросло в несколько раз, по всей республике в том числе. В связи с этим МВД на сегодняшний момент разрабатывается так называемая дорожная карта, которая будет включать в себя комплекс мер, по предупреждению, выявлению, в принципе, борьбы с таким явлением, как педофилия. Безусловно, что увеличение количества таких преступлений связано в первую очередь с тем, что их стало больше выявляться. Нам тяжело сказать, 10 лет назад меньше ли было таких преступлений или больше. У нас увеличились технические возможности, у нас улучшились просто наработки в этом направлении работы. Но необходимо отметить, что сейчас выявляется много преступлений, которые совершены в прошлые годы. Многие зрители слушают сейчас вас и задаются вопросом, так, а как же доверительно поговорить с ребенком, как ему объяснить вот этот алгоритм действий? Евгения Семеновна, что бы вы посоветовали? Вы знаете, слово «поговорить» здесь не очень уместно. То есть если так вот 10 лет не говорил, а потом решил пообщаться, это сложно? Это сложно, это почти безрезультатно. Поэтому, наверное, многим родителям мне бы хотелось просто пожелать или порекомендовать даже, скажем так, настойчивее, не делать из собственного ребенка центр мироздания, когда ему кажется, что никто из других взрослых и из других людей не может принести ему зла. Если родители так безумно любят меня, то и весь мир меня обожает. И это неправильно, потому что тогда мы оставляем наших детей абсолютно беззащитными перед миром, который не очень заинтересован в том, чтобы любить их. Я имею в виду мир тех злодеев, которые хотят воспользоваться наивностью и незащищенностью ребенка. Ну, а с другой стороны, конечно, не надо растить параноиков, не надо им объяснять, что кругом злодеи и маньяки буквально вот ползают по-пластунски, чтобы его отловить. Так как же найти золотую середину? Самое главное, чтобы между родителями и ребенком, даже если этот ребенок считает себя очень большим и взрослым, очень умным и очень адаптированным, чтобы был хороший человеческий дружеский контакт. Поэтому я призываю родителей дружить с детьми, а ребят призываю подружиться со своими родителями. Давайте жить дружно, цитирует Евгения Башкинцева. Я думаю, что к этому тезису мы еще вернемся. Ну, а пока еще одна актуальная тема – безопасность в сети. Что вызывает особое беспокойство специалистов в этой сфере? Владимир Владимирович? В последние годы необходимо отметить, ну, в целом, увеличение интернет-пользователей в субъеке Беларусь. И, соответственно, большая часть из них – это молодежь, это дети, подростки. Соответственно, следует отметить и увеличение числа преступлений, совершаемых как молодыми людьми в интернет-пространстве, ну, так и в отношении их. Молодыми людьми часто совершаются такие преступления, как мошенничество, наиболее распространенные хищения путем использования компьютерной техники. Ну, как правило, это связано. Либо по сети интернет связываются, предлагают что-то купить, продать, завладевают деньгами. Ну, такие преступления, естественно, они раскрываются достаточно просто и быстро, технические возможности это позволяют. Либо такие преступления, если молодежь сейчас наиболее такие технически продвинутые пытаются взламывать чужие страницы, чужие аккаунты, и потом, используя личные данные пользователей, входить на страницы других пользователей, пытаться завладевать деньгами, либо воровать какие-то денежные средства, соответственно, со счетов, с карточек и так далее. Тоже такие преступления раскрываются, люди привлекаются к уголовной ответственности. Мы с вами прекрасно помним, как, по-моему, в 2016-м общественность всколыхнули так называемые группы смерти. Евгений Геннадьевич, удалось ли пресечь работу этих групп в соцсетях? В 2017-м году значительная работа была проведена всеми заинтересованными. Это и классные руководители, педагоги, социальные правоохранительные органы. Мы и сейчас продолжаем эту работу для того, чтобы мониторить социальные сети с целью выявления вот именно то, что происходило в начале 2017-го года. Конечно, приходят новые игрушки, появляются, соответственно, новые группы, которые тоже призывают детей уйти на 24 часа из дома для того, чтобы его не нашли. И таким образом они вовлекают его в игру, которая может закончиться в дальнейшем неизвестно чем. Снова возвращаемся к детско-родительским отношениям. По-другому, наверное, не повалить эту проблему? Вы знаете, что родители понимают. Мы работу проводим в первую очередь с родителями. Приглашаем родителей, показываем, объясняем. И именно мониторинг социальных сетей позволяет нам решать те проблемы, которые возникали не только в том году, но и в этом году, когда при помощи все-таки мониторинга социальных сетей удалось спасти все-таки жизнь ребенка. Ирина Юрьевна. Я бы хотела добавить, что в этой работе немаловажна роль, как сказал Евгений Геннадьевич, классных руководителей и кураторов учебных групп. И я хочу отметить, что 2017-2018 учебный год объявлен у нас в области годом классного руководителя. И сегодня именно классные руководители начали вот эту активную работу в социальных сетях. Кроме того, они не просто отслеживают где-то странички своих воспитанников, но они предлагают альтернативу. То есть сегодня классные руководители, очень многие активно ведут свои блоги в сети, активно ведут форумы, завязали взаимоотношения со своими воспитанниками и с родителем путем, например, Вайбера, где конкретно рассылается информация и обсуждаются какие-то темы. То есть вот в этом направлении проводится активная работа именно данной категории. Евгения Семеновна, вот слушает молодежь нас, слушают подростки, школьники и, наверное, проговаривают себя. Ну уж простите, пространство в сети мое личное, точно закрытое для родителей. Как быть первым и вторым? И вообще, может ли сеть, интернет, соцсети быть интимным пространством? Совсем оно не интимное, потому что вот уже даже в этом, в этой аудитории сегодня прозвучали мониторим, отслеживаем, просматриваем. В том числе и через соцсети. То есть иногда, к сожалению, у ребят ощущение, что они одели спереди очень наглухо застегнутый костюм, а спина абсолютно голая. То есть вам кажется, что интимно, закрыто. И если я напишу, и если я над кем-то буду издеваться на страничке соцсети, и если я буду делать какие-то, там, скажем, бранные, ругательные рассылки, то об этом никто не узнает. Самое главное, что я скажу родителям, не трогать, это мой гаджет, это моя собственность, это мое пространство. И все. И таким образом я защищен. Нет, виртуальный мир очень прозрачен. И спрятаться там гораздо сложнее, чем спрятаться в собственных мыслях, в собственных чувствах. Думаю, согласитесь, значимость виртуальной жизни у молодежи современной, да и не только у молодежи, значительно преувеличена. Чем это чревато? Ну, отрывы материальности, отрывы материальной жизни. Вот опять-таки, он совершает кражу в виртуальном пространстве, а наказывают-то его в реальной жизни. Поэтому опасность ухода туда, это опасность ухода от жизни. И значит, молодые люди, и не очень молодые, боятся этой реальности. А боятся они не монстров реальности, не каких-то особых правил и законов. Они боятся пустоты. А эту пустоту очень здорово заполняет блок классного руководителя, замечательный проект курсанты. И другие спортивные, активные события. Вот этот чудесный детский театр, спорт, да любая секция, в которой есть заинтересованные, неравнодушные взрослые, заполнит эту пустоту. И даже дома, когда ребенок вернется со всех своих секций, тоже должно быть наполненное пространство. Любимой книжкой, которую читают все вместе, даже какой-то настольной игрой, в которую играют вплоть все до бабушки. Даже катание кота в машинке, по коридору квартиры, и то может быть тем замечательным делом, который объединит семью. Я знаю, в зале есть мнение ребят в тему разговора. Предлагаю выслушать. Думаю, будет очень интересно. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кристина. И вот вы сказали, что роль виртуального мира как-то преувеличена. У меня некое другое мнение по этому поводу, потому что, вот, например, тот же Инстаграм. То есть вы не переживаете за количество лайков? Ну, не сказала бы. Например, тот же Инстаграм для меня и некоторых моих друзей является платформой для самореализации и некоторым мотиватором к действиям. То есть он заставляет куда-то выходить на выходных, что-то интересное делать, это же выставлять и, собственно, наблюдать за своими друзьями. То есть фотография в Инстаграме вас стимулирует к тому, чтобы сходить на прогулку? Да. Тоже мнение. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Илья. И, конечно, я слушаю ваше мнение и приравниваю себя к этому образу. И, конечно, я, с одной стороны, и не могу сказать, что интернет нужно убрать, родителей поставить, чтобы они следили за каждым нашим моментом. Ну, потому что, все-таки, как вы сказали, возможно, это пространство, где хочется побыть одному, где, ну, у нас такие мысли, что это только для молодежи, знаете, только молодежь общается. И даже иногда будет странно, когда тебе бабушка пишет в Вайбере, и ты должен там с ней поговорить. Ну, и поэтому, конечно, хочется, наверное, чтобы и учителя, и родители там не особо проявляли свою активность по отношению к нам. И вот. Я хотела бы поддержать Евгению Семеновну, которая сказала о том, что необходимо дружить. Я еще хочу сказать, что между родителями и детьми должны установиться доверительные отношения и очень уважительные отношения. Но они просто так не установятся. Это должно происходить с детства, когда ребенок должен понимать, что даже если что-то он совершил плохое, он приходит к родителям, он может рассказать, но они не будут говорить, что он плохой. Они просто скажут, возможно, ты совершил какой-то неправильный поступок, но он должен ощущать, что они его любят. Независимо ни от чего. Это первый момент. А второй момент. Я считаю, что любое мнение подростка надо уважать. Да, можно с ним спорить. Можно дискуссировать, скажем так, в семье. И особенно важно различные дискуссионные темы выносить в клубах по интересам, на классных часах. И как можно больше, чтобы у ребенка было информации на ту или иную тему. И снова возвращаемся к проблемным вопросам. Детский травматизм. Какие болевые точки стоит выделить здесь, Евгений Геннадьевич? Вы знаете, что болевые точки это все-таки взрослые. Потому что, проводя анализ прошлого года, приходится констатировать, что многие травмы дети получали, находясь под присмотром взрослых. Даже и в этом году мы уже имеем случаи, когда наши детки, которым несколько месяцев от рода падают, ударяются, получают различные травмы. И, к сожалению, в том году пришлось констатировать несовместимые жизни. Кроме этого, травмы дети получают также и на улице. Травмы они получают и в учреждениях образования, спорта. Задача, которая стоит, это постараться предупредить травмы и гибель наших детей. 18 тысяч обращений в год. Прокуратура области бьет тревогу из-за уровня детского травматизма в регионе. Продолжим тему с экспертом программы, детским травматологом-ортопедом филиала номер 3 Гомельской центральной городской детской поликлиники Людмилой Ворожун. АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила Ричардовна, в прямом смысле сорвали вас с приема и все же, действительно ли актуальна эта проблема для региона и почему? Да, актуальна эта проблема. Круглые сутки работают травмопункты, в будние дни работают поликлиники, обращаются массы детей, родителей по поводу травм. Травм, которые тяжелые, как травм, обычные ушибы, порезы. Чаще всего это действительно недосмотр родителей. Это родители находятся в одной комнате, дети играют в другой, падает телевизор. Падает микроволновая печь на маленьких детей, которые получают открытые переломы. Это невнимательность родителей в отношении маленьких тех же детей горячей жидкости. Это вообще тема достаточно актуальна. Кружка кипятка может стоить жизни. Все верно? Да. У детей очень быстро развивается ожоговая болезнь. То есть у них участвует так скажем в этом весь организм и это протекает совершенно не так, как у взрослых. То есть это очень тяжелые проблемы и скажем для пациентов маленьких. Потом это невнимательно взрослых в отношении каких-то мер безопасности на улице. Сама свидетельница у нас копают возле дома яму, накопали огромную кучу песка, яму, она не ограждена, иду с работы, на ней трех, такое, три года и, наверное, ну, четыре года. Чуть я их прогнала с этой ямы. Буквально там совсем недавно обращаются родители, спрашивают, где ваш ребенок упал? Такая девочка, ну, двенадцать лет. У нас тоже копали яму, она упала. Ну, а чего вы не предупредили, чтобы она туда не ходила? Чего она играла в этой яме? Как по-вашему, всему виной всеобщая расслабленность или что-то еще? Нет, все в комплексе, скажем. То, что мы, может, не договариваем детям, как это опасно. Пример, чаще подростки засунули в уши наушники, идут, переходят дорогу, они не видят ничего, не слышат ничего, и в результате этих ДТП много травм происходит, которые получают тяжелые открытые переломы, которые лечатся потом, даже не месяцами, а годами последствия. Ноябрь, декабрь и январь принесли региону достаточное количество суицидов и парасуицидов, попыток к суицидам. Как влиять на статистику? Вы знаете, здесь очень сложно говорить что-то и про статистику, и вообще анализировать один год, сравнивать с другим годом. Причина каждого парасуицида либо суицида, она очень индивидуальна и характерна для данного ребенка. Но если проводить анализ вообще совершенных парасуицидов, у нас вот только, например, за январь несколько уже парасуицидов и один суицид, к сожалению, то мы видим, что чаще всего причинами является неразделенная любовь, ссора с друзьями, какое-то недопонимание в общении с родителями. С одной стороны, родители где-то чересчур опекают своих детей, чересчур их в чем-то ужимают в их интересах, либо с другой стороны, наоборот, предоставляют им свободу действий, что тоже приводит к вот таким серьезным последствиям. Говорить о том, каким образом мы можем это предупредить, тоже крайне сложно, потому что, как я уже сказала, каждый случай это конкретная жизненная ситуация. И здесь мы стараемся, я имею в виду педагогические работники учреждения образования, стараемся работать вкупе, вместе с родителями. Вот здесь у родителей должна быть очень категоричная и жесткая позиция. Твоя жизнь на сегодняшний момент не твоя собственность. И то, что ты пугаешь нас или, не дай бог, ты запланировал сделать, коснется каждого из нашей семьи. И это будет настолько большая беда, что твои эти два часа сидения в соцсетях, которые мы у тебя отобрали, не стоят всей этой большой беды. Это как бы первое. А другое это то, что, к сожалению, в многих семьях забыто такое замечательное педагогическое средство, как воспитание духовности. В самом широком смысле этого слова, где это не только ограничено в религиозности, а во всех вопросах, связанных с духовным общением больших, маленьких, стареньких, и иногда даже четвероногих членов этой семьи. И вот пусть это объединение станет самой большой таблеткой, которая будет профилактикой этого. Мы стараемся именно работая со средствами массовой информации, все-таки ту информацию, которую они преподносят, для того, чтобы она была более такая корректная по отношению к той семье, к тем людям. И дело в том, что вот то, что произошло в начале этого года, какой ажиотаж вызвали социальные сети обсуждения этой темы. И я хочу сказать, что очень правильно поступили правоохранительные органы, которые начали работать по тем сообщениям, которые появлялись в социальных сетях, те мнения, которые высказывались. То есть велика опасность достичь обратного эффекта, когда говоря о профилактике, о том, что это плохо. Поэтому мы говорим специалистам, как надо, и что средства массовой информации не учитывают, к сожалению. Но не все. Не все, да. Не все. Я бы хотела добавить еще, обратиться к нашей сегодняшней молодежи, к нашим ребятам. Практически каждый из пары суицидов либо суицида сопровождался тем, что данный подросток на протяжении определенного времени, общаясь с своими друзьями в личной переписке, высказывал эти идеи либо в личной переписке, либо общаюсь в классе, либо общаюсь в учреждении, но тем не менее одноклассники, одногруппники либо друзья не акцентировали внимание взрослых на том, что обратите внимание, здесь что-то не так, он высказывает такие идеи. И поэтому я хочу обратиться сегодня к нашему молодому поколению, что если все-таки вы слышите, видите, кто-то из ваших друзей, знакомых высказывает такие идеи, либо вы видите какие-то соответствующие рисунки и так далее, обращайте, пожалуйста, внимание взрослых. И еще одно экспертное мнение в завершении программы ждем в студии на Пушкина 8 клирика Гомельской епархии протеерея Александра Лопушанского. Отец Александр, рад видеть, спасибо, что пришли, подключайтесь к разговору. Вы многодетный отец, что считаете секретом правильного воспитания? Как общаетесь со своими детьми? Ну, на самом деле тема достаточно сложная, да, я думаю, что в первую очередь, как вы сказали, нужно общаться со своими детьми, а уже средств к этому общению сегодня существует масса, какие-то игры, вот, опять же, непосредственное участие в воспитании наших деток, ну, это самое главное. То есть, во-первых, нужно еще раз говорю участвовать в их жизни целиком и полностью, помогать где-то делать домашнее задание, ну, и, конечно же, ну, я все-таки священнослужитель, и моя обязанность об этом сказать, что, ну, родители должны обращать внимание не только на то, чтобы дать ребенку, знание, или чтобы он хорошо выглядел, или у него было хорошее здоровье, ребенка нужно еще, опять же, приобщать к духовному, потому что составляющая человека, вообще, из чего состоит человек, согласно священного писания, это дух, душа и тело. Вот, душа, это наши мысли, наши чувства, то есть, вот то, что составляет наш внутренний мир. Тело, мы прекрасно знаем, как нужно о нем заботиться, ну, а духи сегодня все забывают, а дух это особая сила, данная Богом, человеку, которая как раз-таки направляет человека в жизнь и ведет человека к высшей и главной цели, ну, еще раз напомню, к Богу, и вообще делает человека человеком, то есть, это то, что является самым важным, но, к сожалению, бывает так, что вот эти составляющие иногда перемешиваются в таком неопределенном порядке, бывает так, что для человека становится главным это его тело, то есть, он посвящает все внимание своему здоровью, физическому воспитанию, другой человек, наоборот, нужно развивать только некую интеллектуальную сферу, забывая о своем теле. Вы за гармонию, другими словами. В общем, за гармонией, даже более того, за гармонию, а за четкую иерархию, то есть, дух впереди, душа, следующая, а тело, это уже то, что несет душу. Ну, а прямо сейчас с нами на связи известная белорусская исполнительница, многодетная мама Лариса Грибалева. Я вижу здесь только один выход, это больше общаться с детьми, с нашими, больше общаться, это не должно быть общение такое, уроки, школа и ребенок, да, все, у них, у наших детей действительно тоже глобальные проблемы, как и у нас бывают, только они свои, детские, и другие вопросы, и какие-то интересы, и, наверное, самое главное, не терять эту связь с ребенком, потому что вообще, говорят по статистике, что любая мама, среднестатистическая, ребенку уделяет внимание в день 15 минут, то есть, вот каких-то разговоров, то есть, стараться, наверное, больше просто разговаривать не об уроках, а именно о чем-то, о жизни, не просто общаться, общение, показать своему ребенку, что ты там самый главный друг, я всегда могу извиниться, и также и дочка моя тоже находит эти слова, то есть, вот мы с ней учились, чтобы мы могли друг у друга попросить прощения, если что-то неправильно кто-то сделал, не таить, вот это не носить, не таить, это какой-то злобы, то есть, любой конфликт должен быть разрешен до сна, до ночи. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и предлагаю подводить итоги, уважаемые гости, вот, к примеру, действительно, 15 минут в день на общение, вроде и неофициальная статистика, но повод задуматься, Владимир Владимирович? Конечно, это повод задуматься, все понятно, что родители работают, после работы хочется отдохнуть, но все-таки, главная в жизни, это семья, и работаем мы ради детей, ради своей семьи, и не надо только материальным ограничивать общение, должно быть, и в выходные дни максимально внимание уделять детям, и в нерабочее время, и, наверное, каждую минуту свободную своей жизни уделять сейчас, потому что дети потом вырастут, и не будет этого времени уже, пообщаться. А вот еще одна цитата Ларисы Грибалевой, любой конфликт должен быть разрешен до сна. Евгения Семеновна. Да, лучше до сна, но на самом деле, мне бы хотелось не к родителям обратиться, потому что уже множество родителей все-таки повернулись к своим ребятам, мне хочется обратиться к самим ребятам. Пожалуйста, не ограничивайте ваших родителей в 15 минутах общения с вами, откройтесь к ним тоже, и тогда вы действительно найдете настоящих друзей. Продолжаем подводить черту к сегодняшнем разговоре. Ирина Юрьевна, Евгений Геннадьевич. Я хочу сказать о том, что согласна, безусловно, с коллегами, что сегодня родители все-таки начинают уделять больше внимания детям. У нас открываются такие замечательные проекты, как папа-залы, клубы бабушек, конференции отцов. Сегодня родители ходят вместе в походы, на экскурсии и так далее. Конечно, большая часть родителей занята на работе. Очень много времени надо уделить и дома. Но когда ты находишь время, находишь время провести со своим ребенком, находишь время, чтобы увидеть его улыбку, услышать то, чем он сегодня был занят, и просто его обнять, всегда чувство счастья, которое в этот момент испытывает мама или папа, оно перекрывает все то сложное в жизни, которое у нас есть. Евгений Григорьевич. Ну, хочу сказать, что родители должны понимать, если они не будут общаться с детьми, то с их детьми будет общаться кто-то другой. А кто будет общаться, ну, здесь уже кто выиграет. И для меня просто непонятно, когда мы говорим не только об общении, а о том, что иногда наши детки почему-то ночуют дома не с родителями, а ночуют у подруг, у друзей, ночуют неизвестно где. И это с такого тихого попустительства родителей. Поэтому я думаю, что есть над чем нам работать, есть над чем работать нам с родителями по решению тех проблем, вопросов, которые были сегодня осуществлены. Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok